Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами вновь разговариваем о вине. Но сегодня мы не будем ничего с ним делать, не будем говорить о том, как его готовить, что с ним делать. А поговорим про культуру потребления именно в рамках истории, как потребляли, сколько потребляли. То есть такое вот информационно-развлекательное видео. Ну что ж, начнем. Употребление вина, конечно, человеком было еще с древности, с древности, с древности. Но не все данные сохранились, не обо всем мы знаем. Ну, касаться, скажем так, тех массовых народов, про которые мы действительно имеем какие-то сведения. Например, в Древнем Египте вино было, его употребляли, но употребляло его знать. Значит, это было для богатых абсолютно естественное удовольствие. И употребляли они по праздникам. Ну, праздники они сами себе устраивали довольно часто. И по тем же рисункам в гробницах этих самых фараонов мы можем судить о некоторых вещах. Например, вот как они употребляли, так в одной из гробниц была изображена девушка, которая отдает вино своим родителям и говорит. За ваше здоровье пейте и празднуйте вместе с тем, что нам дал наш повелитель. То есть, ну, наверное, девушка была из какого-то знатного рода. И вот за ваше здоровье, да, мы думаем, что это мы придумали, а на самом деле все еще произошло в Древнем Египте. Например, в Вавилонском царстве были открыты таверны, в которых можно было пить вино. Более того, содержали их в основном женщины. И 1750 год до н.э. в кодексе Хамурапи, то есть это основной закон Вавилонского царства на тот момент, были сведения о том, что вот эти самые дамы должны были сообщать о каких-то там сборищах в этих тавернах с политическими целями, либо с уголовными целями. И более того, очень наказуемо было разбавление вино водой. За это ентию хозяек таверн, по-моему, топили. В общем, каралось это смертью. Постепенно вино шло-шло по миру. После Древнего Египта оно пришло в Древнюю Грецию. И в Древней Греции оно уже было доступно абсолютно всем слоям населения. Древняя Греция, как мы помним, она была очень демократичной, и поэтому там это было доступно всем. Ну, одним доступнее больше, другим доступнее чуть меньше. То есть, например, знать пила вино хорошего качества, а уже рабам, солдатам давали вино более низкого качества, давали тот же пикет, то есть вторичное вино, либо давали вино, которое уже скисало, разбавленное с водой. И был такой древнегреческий ученый Катон, который как раз-таки занимался виноградорством, изучением, как правильно садить лозы, что с ними делать дальше. Вот он считал, что даже раб, закованный в цепи, обязательно должен получать вино. И норма была около пяти литров в неделю. Считалось, что вино придает этим рабам сил. Если, конечно, раб заболевал, уже ему норму урезали, если он был работоспособен, то эта норма сохранялась. Но, например, в высших слоях общества был целый культ употребления вина. Назывался он симпозиум, что в переводе означает «совместное распитие». Мужчины, 10-12 человек, после вечерней трапезы собирались у кого-то, пили вино и рассуждали о жизни, либо еще о чем-то. Конечно, пьянство порицалось, то есть это было нехорошо. Считалось, что пить надо умеренно, тогда вести светские беседы. В общем-то, это такое развлечение для знать. Между прочим, пили они не чистое вино, пили вино, разбавленное водой. В пропорциях 3 к 1, 5 к 2. И, по-моему, 3 к 2 разбавляли морской водой. То есть пили вот такой разбавленный напиток. Умеренное питье – это был признак цивилизованности, но женщин на такие мероприятия не допускали. Либо допускали только танцовщиц, прислужниц, но не более того. То есть это возбранялось. Ну и, конечно, кого считали варваром? Те, кто не пьет вино, те, кто пьет другие напитки, а там другие народы пива, например, пили. А вот их, эти самые римляне и греки, считали, что это варвары. У древних римлян был похожий культ симпозиума. Он назывался конвивиум. Но были некоторые отличия. Если симпозиум люди сначала ели, а потом уже пили и разговаривали, то у римлян на конвивиуме это делалось вместе с едой. И туда допускали женщины. То есть женщинам тоже пить вино позволялось. Большим переломным моментом в употреблении вина стало изменение пищевого поведения. Появился, когда хлеб твердый. До этого злаки употребляли в виде кашек и болтушек. То есть они сами по себе были жидкие. Но приблизительно в 170-150 год до нашей эры появляется уже хлебопекарня. И появляется твердый хлеб, который надо запивать. И запивают этот хлеб ничем иным, как вином. То есть вино начинает еще больше употребляться именно в качестве запивания к твердой пище. Как я уже говорила, то есть рабам, солдатам давали другие немножко напитки. Не совсем чистое вино. Солдатам давали так называемую поско. Вот эта поско, это было разбавленное кислое вино водой. Приблизительно литр в день полагалось. По юстинианскому кодексу каждому солдату обязательно. И поставки в армию вина должны были быть бесперебойными. Это было обязательно-обязательно. Если солдат был ранен или больной, такому солдату давалось нормальное вино с тем, чтобы он поскорее набрался сил и мог дальше приносить пользу. Конечно, даже в это время, то есть с одной стороны вино широко распространено, с другой стороны уже тогда возникают вопросы его чрезмерного употребления, вопросы пьянства. То есть это было всегда на протяжении всей истории человечества. Кто-то мог употреблять разумно и во благо, кто-то же перебирал. То есть это было. Но еще в V веке до н.э. Платон, я думаю, что все знают, кто это такой, установил основные принципы вообще питьевого поведения, скажем так. То есть он считал, что до 18 лет пить нельзя совсем. Это плохо. От 18 до 40 нужно пить умеренно, соблюдать меру, вести себя аккуратно. После 40 можно все. А почему? Ну, чтобы вот скрасить свой пожилой возраст. То есть в это время считался уже человек пожилым, он дозволял и все. Но Платон еще интересно заметил такую штуку, что вот эти вот люди, пожилые после 40, когда они выпивают, у них появляется тяга к новому, тяга к новым знаниям. И это очень хорошо. Им в другом состоянии может человек не согласен менять свои привычки, а в данном случае он согласен, он познает новое, и движется вперед. И это очень здорово. По словам Платона. Ну, например, в той же Спарте вино вообще было под запретом. Это было плохо. Спартанский образ жизни, да, все мы, наверное, знаем, слышали. Однако, ну, несмотря на то, что и в других точках встречались какие-то там пробования запретов, ну, в общем-то, воздержание от вина порицалось. Считалось, что с человеком что-то не то, если он воздерживается от вина, ну, это, по крайней мере, странно. С переходом христианства в мир, скажем так, винопитие еще более расширяется, потому что вино является одним из элементов религиозного культа. Сначала виноделием начинают заниматься монахи. У них много виноградников, они это делают. И, в принципе, тот же дом Периньон, да, который известен как прародитель шампанского, хотя, конечно, ни у одного у него все это получилось, но это же был монах. То есть монахи занимались виноделием. Монахам ежедневно было положено в разных монастырях по-разному. Ну, например, в Бенедиктинском монастыре в Ордене Бенедиктинцев порядка пинты на человека каждый день, это где-то 570 грамм. Всем монахам обязательно, вот это была дневная норма. В некоторых монастырях эта норма была больше. употребляли, например, за утренние и за вечерние трапезы вино. Можно его было потреблять как монахам, так и монахиням. То есть оно ходило везде в ежедневный рацион. И больным монахам можно было пить больше. Но если монах провинился, то самое страшное лишение было это как раз-таки лишение вина. И в тех же монастырях, ну, потом уже не в начале там, скажем так, христианство уже ближе к средним векам, тоже было там и пьянство, и некоторые настоятели монастыря говорили, что монахи проводят больше времени в тавернах, чем в кельях за молитвами. То есть это тоже было. Но если брать светскую жизнь, то распитие вина – это был такой культ, который соединял людей, который помогал им стать ближе, решать многие вопросы. И способность много выпить, она считалась признаком мужества. Ну, впрочем, мало что изменилось и сейчас в некоторых культурах и в некоторых традициях. И, смотрите, даже церковь, то есть с одной стороны говорила о злоупотреблении, а с другой стороны считала, что вот легкая степень опьянения, она как раз-таки помогает познать вот это духовное просвещение и перейти вот в то самое, как бы, правильное состояние, соединение физического с духовным, скажем так. Ну, ввиду того, что проблема злоупотребления стояла, например, в той же Франции пытались в некоторое время, где-то порядка 1350-е, наверное, годы, ограничить время употребления спиртного. То есть предлагалось запретить продажу спиртного на постоялых дворах после того, как колокола Натердама отзвонят после вечерней службы. Ну, это долго не продержалось. Кстати, даже в древней, по-моему, Греции был запрет на распитие вина женщинами. Ну, тоже это закон долго не продержался, потом его убрали. То есть сейчас, когда вводят какие-то определенные ограничения, то, в общем-то, посмотрите, в истории все уже давным-давно пройдено. То есть запрещать пытались всегда, но эти законы действовали, как правило, очень короткое время. Ну, если брать средние века, то, например, в той же Франции вино служило не только напитком для всех, оно служило и, скажем так, жидкой валютой. Им рассчитывались за труд, им платили ренту, как мужчинам, так и женщинам. То есть это было повсеместно. Ну, и пили, конечно, тоже много. Вспомним тоже трилогию о трех мушкетерах. Там, в принципе, понятны образы где-то собирательные, но, тем не менее, сколько они там выпивали. И надо сказать, что тот же господин Д'Артаньян, погибший в 60 лет, умер он на поле боя, и в 60 он еще вполне мог скакать на лошади, сражаться и так далее. Хотя мы понимаем, что наряду с потреблением гораздо большим, например, чем сейчас у нас, вина был еще и совершенно другой образ жизни, гораздо большая подвижность, много еще других условий. И еще так немножко цифр. В том же 14-15 веке жил такой герцог Лорейнский, который закупал 7000 литров вина в месяц. И если он куда-то собирался поехать немножко попутешествовать, он брал из расчета 1-3 литра вина на каждого человека в день из своей свиты. Ну, вот так вот господин путешествовал, и такое количество употребляли его подданные. Людовик XIV, известный король солнца, построил дом инвалидов, дом, где лечебница для солдат. И там тоже выдавали вино ежедневно, бесперепойно. Высшим офицерам выдавалось литр 250, 250 за завтраком, и по пол-литра в обед и в ужин. Солдатам попроще, значит, выдавалось по пол-литра, то есть только на обед и на ужин. При этом абсолютно не возбранялось, если хочешь, то можешь пойти в таверну и купить что-то за свои деньги. Некоторые там солдаты, наверное, старые, и доживали свой век. Единственное, что запрещалось плохо себя вести, если ты перепел, а это тоже было. Тогда лишали этого достатка. И что делали пьяные солдаты, которые ходили в таверну? То есть нельзя было сквернословить, нельзя было писать на стенах и писать из окон. В середине 16 века, например, в Испании приходилось где-то 100 литров в год на каждого мужчину, женщину и ребенка. Приблизительно в то же время в Венеции, Венециальской республике, арсенал, территория арсенала, верфи, изначально там полагалось по 2 литра на человека в день, тоже бесперепойно. Это было обязательно каждому работнику надо было выдавать его положенную норму вина. Эта норма увеличивалась 2 литра, потом 2,5, в течение, наверное, период порядка 60-70 лет. Может быть, я чуть ошибаюсь, я думаю, что это не столь важно. То есть эта норма увеличилась с 2 до 5 литров в день на одного человека. Это было, правда, нечистое вино, его разбавляли водой, там даже был построен винный фонтан, можно было сербать сколько хочешь, и, в принципе, на территорию арсенала тоже можно было зайти, никто там сильно не контролировал, немножко ведь захлебнуть. То есть считалось, что работники будут хорошо работать, если они пьют. Если они не пьют, значит, и работать они так не будут. Тот же парижанин, например, начинал свое утро, да, кстати, в 16 веке уже появляются более крепкие спиртные напитки. Но вино все равно оставляет свою популярность. Так, где-то начинают вино крепить спиртом, где-то вот бренди уже тоже становится более доступным, более крепко. Его тоже употребляют, но вино, тем не менее, употребляют наряду с этим всем. Так вот, средний парижанин начинал свой рабочий день со стакана двух бренди. Вечер он заканчивал точно так же, а в промежутке между этим он попивал себе еще венцо и пиво. То есть понимаете, да, стакан бренди. Пусть даже оно было бы не такое крепкое, как сейчас, но в конец утра, в конец вечера мы в промежуточке еще немножечко. Приблизительно в это же время, да, когда в арсенале увеличивают потребление вина, то, например, в Америке, в Массачусетсе, запрещается пить за чьё-либо здоровье. То есть там все-таки пытаются ограничить, но опять же, почему? Потому что в Америке вино свое производить очень плохо, ничего не получается, они там 200-300 лет пытались это сделать. Транспортировать вино долго-дорого и не всегда доезжают, поэтому там больше были популярны крепкие спиртные напитки, ну, поэтому, собственно, и проблем-то возникало. И переходя немножко к другому периоду, президент Джефферсон очень хотел простимулировать собственное виноделие и говорил, что никакой народ не имеет проблем с алкоголем, если он имеет доступ к дешевому вину, доступному, качественному. Если же, ну, и наоборот, проблемы там, где вина этого нет и где народ вынужден заменять вот этот легкий алкогольный напиток более крепкими алкогольными напитками. Ну, еще несколько цифр. Например, в 18 веке в Англии ходило такое выражение «трехбутылочные люди». Уже на тот момент появляются бутылки. Англия активно пьет портвейн, и вот трехбутылочные люди – это те, кто употреблял три бутылки портвейна в день. Портвейн был немножко меньшей крепости, чем сейчас, и бутылки были несколько меньше, чем 0,7, но тем не менее. Были и шестибутылочные люди, которые употребляли, соответственно, шесть бутылок портвейна в день. Ну, и один такой был известный господин – «тринадцать». Ну, насчет того, сколько он прожил, об этом историю умалчивает, но было и такое. То есть «тринадцать» в день, и день этот был у него и не один. В том же 18 веке город Париж употребляет 60-80 миллионов литров вина ежегодно. Но это только официальные данные, поскольку на въезде в Париж стоят таможенники и на вино платят пошлину. Ну, а дальше еще подкапываются под стены, идет контрабанда приблизительно столько же. Получалось, по официальным данным, 3 литра вина в неделю на каждого жителя, но с учетом контрабанды эту цифру можно смело умножать на 2. При этом парижане еще выходили за городские стены. Там стояли товарные, где вино имело более низкую стоимость, потому что не надо было платить вот эту вот возну в пошлину в Париж. Ну, приходили туда себе попивать, поразвлечься. При этом владельцы таверн позволяют пить в кредит. И есть такие люди, которые берут этот кредит, ну, в среднем там 2 литра в день. При этом вино, с одной стороны, это напиток богатых, это признак роскоши, но это напиток и бедных людей. И для бедных людей он считается не только напитком, но, в общем-то, и пищей. Магистрата говорит о том, что вот вино для бедных, оно поддерживает их жизнь. И в тот момент, когда дорожает мясо, дорожает хлеб, и они не могут себе этого позволить, парижане обращаются к вину. Этот напиток не только питает, но и утешает их. Поэтому беднякам и пища, и утешение, и согревание. То есть вино считалось именно таким напитком. При этом, тоже, если там распивалось вино в тавернах, если ты со мной не пьешь, значит, ты меня не уважаешь. Это пошло оттуда. Вино скрепляло договоры, вино позволяло какие-то решать коммерческие вопросы. То есть ничего не обходилось без вина, даже в повседневной жизни, не говоря уже о каких-то праздниках. Ну так, если уже брать век 19-й, в 1865 году производились какие-то социологические исследования. Приблизительно в той же Франции 225 литров вина на человека в год, плюс еще там литров 10-12. Это крепкие напитки. Ну, когда наступает 20-й век, понятно, тут две войны, тут много еще всего. Опять же, пытаются по всему миру вводить сухой закон, ну, наиболее вводимый он оказался в Америке 1930-е годы. В некоторых штатах запрещалось все, кроме там слабых напитков, в некоторых запрещалось в том числе и вино, и пиво. Но, как говорится, огонь на выдумке хитра. Продавался отдельный виноград, продавался виноградный сок в специальных емкостях, в которых сразу их можно было изображивать этот самый сок. Более того, в крупных городах эта штука продавалась даже с доставкой на дом. И продавался сконцентрированный такой высушенный виноград. В брикетах на пакетике было написано, если добавить дрожжи и воду, получится вино. То есть, такой комплект сделай сам. И, как бы ни ограничивали, все равно находили лазейки, как из этого выкрутиться. Ну, понятно, что на территории Европы все-таки не так был этот сухой закон. Ну, во-первых, почему? Потому что очень много виноградников. Понимаем, что государство все равно с этого зарабатывает. Это был бы большой ущерб экономике. Раз, много людей осталось бы без работы. Ну, кроме того, помним, что вино является еще предметом религиозного культа. И благодаря этому тоже оно частично не попадает под эти все запреты сухих законов. Но само по себе снижение потребления, конечно, было. Так, например, во Франции к конца 30-х годов приблизительно 170 литров на человека в год. В 50-х годах 150, потом в 70-х где-то 110. И в 90-х годах это уже свелось к 60 литрам на человека в год. Схожая история и в Италии. Ну, было это еще связано с тем, что поменялось много чего. Поменялась культура, поменялась подходы к той же трапезе. И появилась вода. Минеральная вода, когда во Франции появилось, потребление вина сильно упало, потому что мы помним, что вино часто становилось именно тем напитком, которым запивали еду. А когда появилась хорошая вода, чистая, то такая потребность вина в вине отпала. То есть на сегодняшний день в этих странах потребление приблизительно в районе литра в неделю. Ну, конечно, если рассматривать в рамках всей истории, как видим, что в большинстве своем вино это был продукт повсеместного потребления. В наших же странах это в основном напиток, атрибут какого-то праздника, такого расслабления, то есть каких-то, ну, более-менее событий. Ну, в любом случае, не важно, употребляем мы его больше повседневно, либо связано с какими-то праздниками, такими важными событиями. Следует помнить просто об умеренности, чтобы это потребление, оно приносило приятность вам, как потребителю, да, не расстраивало ваших близких, потом не болела голова, не было каких-то негативных последствий, потому что, да, напиток хороший, классный, благородный, ну, во всем надо знать меру. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов и телефонные контакты. До новых встреч, пока!